В этом году наша страна означает 75-е годы вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников. Угонар этой знаменальной даты телеканал «Беларусь-4» запускает цикл сюжетов, присвященных героям Советского Союза, именами которых названы в улице нашего областного центра. Сторонки жизни Емельяна Барикина, в материале Паула Мехно. В улице Барикина – самая протяглая областная центра, а маль 8 км в Довжиню. Идет прозовее Советский район и сегодня является важным магистралью города. У початку – ей несколько капитальных побудов, потом – приватный сектор, далее – побудовы опошнего часа. Наприконцы – индустриальный центр Гомеля. Долгая и складанная в улице, как и партизанский шлях, яким пройшов Емельян Игнатович Барикин. Емельян Барикин в годы Великой Отечественной войны, он один из организаторов партизанского подпольного движения. На территории нашей области. В начальном этапе он был комиссаром партизанского отряда «Большевик». Ну и выполнял обязанности секретаря подпольного горкома партии. А в 43-м году, когда к февралю месяцу было принято решение о создании гомельского соединения партизанских отрядов, Барикин был назначен начальником штаба. По исторических известках, коли у першиню рыхтовалися подрывать ворожий эшелон, Емельян Барикин настоял, как эту операцию доручили минавито ему. Таким чином, в липене 1942-го отряд «Большевик» открыл свой рахунок у Рейковой войне. По меж станциями Зябровка и Кораневка, группа Барикина подрывала ворожий эшелон с живой силой и техникой. Амель-два десятки вагонов пошли под отхон, а за увесь час боевых действий отряды Барыкина подорвали больше за 50 эшелонов. После военное время он опять был избран секретарем горкома партии. Потом в 48-м году был избран секретарем Барановичского обкома партии. Был членом Центральной резионной комиссии партии. Но в случае того, что он себя не жалел, то есть после военное время требовало восстановления. Вот еще в Гомеле, когда он работал в 44-м, 45-х годах, он очень много работал. По вспоминах дачки героя, долгий час после вызволения Гомеля, когда их дома, на Старобуденовской улице, стояли горожане. Город был у руинах, тому до секретаря горкома без конца потоком и шли люди со своими проблемами и с воротами. Не глядячи на час суток, Барыкин никого не покидал без допомоги. И шмат учим, дякуючу ягу намаганнем, Гомель худко отраджался. Але такая тяжкая праца у некой ступени поплывала на его здоровье. Праз невеликий час пасля войны Емельян Игнатович мощно захворыл и не смог справиться с хворобой. Знаковое место Гомеля – площа працы. Менавито тут, в 1951 году, был похованный герой Советского Союза Емельян Барыкин. По звездках того часу проводить ягу, пришел амаль у весь Гомель. А лишь и сёння, празамаль 70-х годов, шмат хто иди сюда, ка поклониться гэтаму саправнаму человеку. Павел Михно, Яугин Макеенко, Телерадио Компания Гомель.